ебать это чё за параша каплан вилка мози монтана это чё можно вы ебать охуенно так мы это смотри точно будем точно точно будем сто процентов программу пони так подожди целый час смотреть я не буду целый час их смотреть они вообще охуели я посмотрю только ну самые самые интересные моменты согласны потому что нахуй смотреть ну все 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 я уже перешел на next level я смотрю только по таймингам так окей получается получается значит то что правило шоу всем похуй портят ли дашу окружение вилки мози монтаны вот давайте послушаем вот это кто не знает даша каплан это девочка который изменил юлик и после этого она стала супер популярной плюс конфликт хесуса и глеба три дня дождя человек не тг 3 дня дождя да блять вы пиздите что ли а он то здесь при чем а он то здесь при чем вы подожди вы шутите ладно я с этим потом разберусь окей ебать а при чем здесь глеб из 3 дня дождя жестко наехал кто глеб наехал на херсу или херсу наехал на греба короче ладно это потом глянем после вот этого источник паблик кости блоггерс поклонники бьют тревогу новая компания каплан виолетта из пацанок и мозе монтана плохо на нее влияет кстати мне интересно на меня кто-нибудь плохо влияет из моей компании новости с недавних пор даша проводит все совместное время с новыми подругами которые по мнению подписчиков поменяли дашу справедливо или нет решайте сами пишут паблик кости блоггерс девчонки ну вот давайте взять не еще кажется что вот я именно тот самый чувак который плохо влияет на компанию нет ощущения но смотри просто здесь как бы комментируют все твои подписчики что что-то не так даже не подписчика есть там андрей петров который пирала на петрова в нашей россии это милана моей россии он по-прежнему андрюха пирог с мылом мне еще похуй я из этого как он называется бля забыл место охуенное место азерот во я из азерота у него или ладно хорошо ну просто мне интересно как часто вообще сталкивается с этими комментариями никогда их не читает серьезно да нет конечно очень много идти не коробит конечно король а ты задумываешься об этом да конечно это грустно и печально это все читать потому что это неправда это не так ну а как на самом деле тогда на самом деле что просто для меня моя компания я считаю что нет хорошо почему тогда твои подписчики какие изменения не в тебе видят вот в чем по их мнению ты поменялась и что возможно их там не устраивает в твоем новом поведении возможно их не устраивает мое становление из-за ситуации которая сложилась потому что она была переломный относительно вот и возможно какие-то мои поступки действия решения их не устраивают ну то есть половина поступок которые ты делаешь они просто выглядят супер маргинальными не знаю почему не устраивает и говорят то что компания в которой ты сейчас сидишь плохо на тебя влияет но я даже не знаю поэтому как следствие я их не устраиваю но так она называть не будет она не будет называть даже ситуацию собакой блять она такая перевернутая когда читал я еще охуел как-то при этом не знаю а наш потом пыталась кинуть на кого-то другого что на самом деле виновата не она другая девочка то есть вообще выглядело настолько все безответственно это же сексируешь на это или нет да хожу по психотерапию собака пробовали мужик долгий собака была потом они ее отдали точнее даже продали которая ночью сильно любила а еще до этого получается вот по моим вот эта девочка которая слева от каплана и и хуярила вы будете в наде смотрели видосики 400 километров мы прям за электросталь уехали туда в дурку уехали там как было сейчас дословно короче они прикалывались шокером поняли и собака ну естественно восприняла это как стрессовую хуйню то что на его хозяйку считаю что-то прыгают угорают она начала прыгать но и собака естественно подвинули все вспомнили да я как бы я понимаю что эти могут рофлить надо мной не факт не это правда но и есть почему как вы к этому пришли мы мы ездили в дурку запросом что у нас едет кукушка нихуяся как познакомить девчонки похуй ответ на обвинение андрея петрова маргинально давайте вернемся к теме милана петрова скажу так приятного до милаш миланчик для тебя милаш петрова пишет продаж каплан вся ну просто мы тему должны обсуждать даже прости вся ее компания это бухающие маргиналки которые втягивают ее в какую-то никому не нужную типа песен звучащих как отрыжка она не работает ничем не занимается особо даже не только не ведется смысл контента в телеграме интересного нет я отписалась от нее в т.г. еще пару месяцев назад охваты на дне есть что ответить миланчику да смыслом я когда увидел этот пост написал ей вот рассказала вообще чего происходит мы с ней поговорили она мне поддержала но она просто одну сторону видела да она немного не знала вообще в чем сорбок сказать вот и не знала всех действующих лиц да вообще его блин ну рассказывайте тогда что там за сыр бор и что задействовать мне тоже интересно послушать а то вы так вкинули аккуратненько посмеялись стричка я сижу как дура в своей россии она вот думает что мы типа все просто бухаем бесконечно я принципе закодирована я по ней не пусть не вложить и не поверю что он закодирована я закодирована бля кстати любит я язык я не пью я не пью даша друзья ли они тебе давай с этого начнем и заплакала вопрос всегда есть на фоне маргиналка у нас только одна да так вот и вы поговорили когда мы поговорили и вот он узнал про новую терапию и я она ссоры мы с ней поговорили я скину как раз у меня специально вот скинула тесты вот которые нам проходили как этих как собачек павлова нас проверяли на свет вот три картинки здесь нас кошечка клубничка и кораблик что лично лишнее объясните логику кошечка клубничка и корабль там все лишь намного глубже типа и вот например блеща вспомнить что там было там было что-то нога футбольный мяч бутсы типа нет 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 ботинок сапог туфля нет туфля и голая нога босая а ты расскажи она что этот тест вообще блять а при чем здесь это нахуй думаешь не расскажут почему ну что у них там происходит на бэкграунде причем 10 это вообще нахуй как они так с темы слетели вы вы поняли я даже не выкупил они говорили про то что андрей петров говорил то что они ебаные маргинальные какие-то не такие потом написал им андрей петров в лс и она такая ну вот теперь мы похихотали а теперь он знает правду все хорошо она зла конкретный вопрос а в чем прикол а теперь не обсуждают ебучие ботиночки и бутсы а можно ведущий ну типа не знаю держать их потому что тебя чисто разводит число и что это значит являет то как ты мыслишь типа ты можешь думать по одному факту типа и быть уверен что это но логически выстроена на сто процентов правильно а потом говорит мне это тебе видишь изотипичные приключения это я а я чуть-чуть умоляю возьмите меня в следующий раз с собой это просто увлекательный какой-то аттракцион ответ на обвинение андрея петрова оригинально типа я лаженула на вопросе не спрашивать типа есть ли что-то общего петуха и стакана я говорю ну там да и туда воду налить можно типа я в шутку лятного обвинения дрей петрова оригинальности я ебал не ведущий просто вопрос максимально проебал почему даши не любит на твич ну кстати давай суждением генсухи которая на своем стриме хотела сделать позвать тебя к себе на стрим и в итоге когда она это объявила весь ее чат начал писать что нет каплан зашквар и эвелон ворвался сказал нет этого не будет так далее каплан спорная личность должна понимать что там разница большая юли каплан там ночью ее за человека нельзя воспринимать или что как это причем за человека но ты видишь что твоя аудитория не совсем на самом деле я думаю даже в ну в чате больше писали нет нахуй и просто паровку большинство а так бы если бы был бы стрим совместный то они бы посмотрели пришли бы и вообще бы ничего не пиздели бы это всегда так все люди пишут они судят ее только по последним событиям типа то что она ты видела это да видела а почему тусовка стрима так тебе негативно не знаю для твича я ну такая спорная личность почему но только на твиче на твиче вот других местах вообще не спорно и абсолютно ну посмотрите какая-то красивая это все ну хорошо расходимся этого недостаточно хорошо но от тебя не траги дело только в шарах абсолютно да дело только в шарах какие-то такие моменты что ты там не знаю живешь как ты говоришь там вы не пьете вы ничего не употребляйте ты живешь правильной жизни все хорошее окружение почему тогда все вокруг считают что что-то происходит не так с твоей жизнью ну потому что у меня жизнь полностью поменялась вообще с головой то есть по сути они просто привыкли к одному образу а сейчас ты становишься чуть другим человеком и поэтому их это не устраивает ну да это происходит еще без моего желания это становление и какие-то переломные моменты тоже без моего желания происходят те же суды и поэтому да возможно для кого-то я себя неадекватно виду и возможно для кого-то у меня типа жизнь тоже неадекватно ребята если честно сейчас сижу с девочками они вроде бы в адекватный на первом вопросе все нормально на третьем может начну орать как съелины пока все адекватно ну кстати мне прям очень интересно наш еще во время отношений с юлик у него были приколеки с головой вроде как и даже выписывали лекарства то есть но можно предположить что у него всегда были плюс-минус приветики а когда она была определенную компанию то все пошло поехало по наклонной тем более ну то есть просто привет алкоголь привет наркота привет все 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 прикольное и в целом как бы компания такая то что давайте рофлить угорать то есть на самом деле будь это какой-то рандомный другой человек все воспринимали бы наверное ее как ну рандомного просто такого трэш блогера допустим да но в данном случае это же девушка который блять разорвали сердце пиздец такая нежная она уже реально время получается конфликта с юликом я привожу в пример потому что населилась за ее творчеством до но я знаю то что ее любом случае ну она набрал свою аудиторию в основном благодаря юлику в основном благодаря юлику но не суть суть том что во время этого конфликта на выставну выглядела как цветочек нежный хороший самый добрый самый лучший и сейчас когда цветочек превращается извините в кактус ну большинство людей немного охуевают а когда к этому докидываются вообще непонятные маргинальные истории связанные с ней и компанией неожиданно возникает такое ощущение что перед вами тебе вообще другой человек и конечно какая-то эмпатия у людей которые поддерживали это цветочек до просто исчезает она испаряется тут и тут чуму это неудивительно это правда неудивительно а потом все люди такие а так она все время до была такой же просто мы неправильно оценивали ситуацию а а а то есть по факту то что происходит сейчас играет ей в минус на то что было до этого ну вот следующий вопрос источник паблик инстарум кира медведева высказала свое мнение о виолете ой похуй и реально ли пацанки помогают изменить жизнь кстати два дня не вот это же как это я вижу грубо говоря ты из проблемной жизни есть какое-то шоу которое способно как-то изменить способно изменить она способна дать тебе хайп и дать плацдарм для того чтобы развиваться но тогда зачем тебе в голове никто ничего не поменяет все шоу созданы для того чтобы делать бабки и все ну окей но идеология то все равно изначально другая понимаешь логи это просто ну под какой гиды это все преподносится по факту это все сделано для денег смотри мне просто я тебе объясню мне нравится позиция и одна и другая то есть позиция вилки могу тебя также называть позиция вилки мне тоже понятно ну типа пришла получила долю хайпа и пошла дальше и как бы это честно круто прямо и по-взрослому на мой взгляд при этом позицию кира я тоже могу понять потому что она если она так реально верит в проект что он способен что-то поменять что это я какой-то шанс почему она не имеет на это право же проблема в том что те кто думают что это реальные шансы не воспринимает свое пребывание на проекте как типа свой звездный час в этой жизни у них потом больше ничего не происходит мне кажется что еще проблема в том что она это всем очень сильно навязывает и каждого человека то есть проект из любого сезона оценивает именно вот через эту призму типа если кто-то не согласен с ней это все те зачем вообще пришли вы ничего не добились а я единственная победительница проекта пацаны мнение инакое это нормально но не обязательно по сути если ты после проекта что-то такое то ты нихера не поменял а у тебя был какой-то так получается вилду и на разговор после проекта ты может быть как-то пыталась не объясниться и наоборот рам сити не заменением и короче виделись когда мы ходили на так ладно меня на самом деле похуй кому и с кем изменила кира медведева на шоу кто блять ладно посрать мой за монтана про уход матери и черный юмор и они ениной так источник паблик ешь о блоггерах и селебах блогерша феминистка аня енина радуется смерти мамы своей подруги мази монтана суть новости ну что не переживай моя будет следующая радостно посмеялась блогерша мой слушайте я немножко не понимаю смысла шоу они же постоянно вкидывают именно что настоящие новости обсуждают их а в чем смысл да да нет 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 это же просто типа обсуждения новостей ну ладно хуй думала что была готова к этому так как с детства видела передозировки матери но оказалось что пережить ей это намного тяжелее новостей есть странно что она больше не увидит и не услышит ее из-за этого у мази целый день истерика ее бабушка потеряла за полтора года второго ребенка мама мази умерла в 42 года у это рано это очень рано это очень отчитаю прости болезнь что-то казалось неправильно мы можем во-первых это обсуждать нормально я уже по дороге даже вот поедать на эту тему успела мне мамин сожитель сегодня скинула фотографию а я ее четыре года вообще ну типа не видела потому что на него цапом ничем не skype пользоваться не умела вот я впервые за долгое время лицо увидела давай тогда обсудим именно 4 года а приехать ну а приехать окей ватсапом пользоваться не умеет ну просто приехать увидеться там летом в чем проблема в данном контексте получается они просто позволил себе такую ну неуместность шутку да не то чтобы она была не уместная у нас с анькой ениной похожие ситуации с матерями то в принципе не только с аниме или это одна из величайших историй когда знаешь ты типа с мамой держишь какой-то микроконтакт а потом когда она ну с ней что-то происходит и такой блять я так грущу по ней пиздец ну типа из разряда потерявший плачет отребья вот но у нас немножко разные отношения к ним что ну я вот мать простила получается а не енина но все еще нет и реально по барабану типа умрет она не умрет а ну я свою мать любила как бы несмотря ни на что вот и в какой-то момент ну мы обсуждали мы приходили в гости к ане енина я увидела ее мать сказала типа от типа она реально бухает так много выглядит неплохо типа моя намного хуже вот она в тот момент сказала типа да она выглядит только такая умрет намного раньше твои твои я говорю да нет моя раньше умрет и реально через полгода умерла блин смотри я тебе скажу просто как у меня тоже нет мамы и я понимаю блять ну во первых соболезнов во вторых учета странно это вкинули как-то контексте ну типа что я чувствую но вопрос такой как бы мы все не любили черный юмор а как я понимаю вы тоже вы любите момент когда случается такое событие ну но явно наверное не прикольно тебе слышать от там подруги приятельницы вот такие фразы мне наоборот так было легче есть сама типа постоянно шутила у меня такая херня была что но я там два часа сижу реву потом блин приходят друзья я обшучиваю эту тему потом ночью опять плачу типа я реально так но это до защиты причем мы все так делаем даша что типа у нас же у всех свои травмы хочу у вас всех матери умерли типа или чё а это просто в целом про ситуации все извините ну так легче получите получается проще обсмеять эту боль чтобы потом легче выходить ну и притом типа я до сих пор так что извините я нету первым этого факта что я больше нет я до сих пор это не осознала и на этом этапе легче так я правильно поняла что ты до сих пор не съездил накладывающие и что-то не попала на похороны еду на следующей неделе на похороны не попала да ладно соболезную смертью матери мой мой зи про тяжелое действие зависимости к плану про борьбу саму собой о вот у меня лично после терапии занимаюсь потом помогло слезть с нее как она это называется капельница плазма феррес еще когда берут вы плазма отделяет от крови и заливая чистую ну и морщу выкачивала из организма все это говно но они по вот не знаю мозе сказала что у нее был какой-то соблазн тебя не было последнее время увидела там таблетки или что-то я не знаю что не конечно бывает потому что я помню как это легко сразу становится это очень легкий способ забыться отлететь в другую реальность в другую россию другую россию не приведи отлететь и тебе на этом моменте так хорошо что ты думаешь так будет всегда буквально все ощущения же будет плохо да и надо надо короче огородить от себя торчащих людей вот и если фраза типа скажем никто твои друзья я скажу но ведь получается вы феминистки но ведь стоп подожди но ведь дожди подожди я не понимаю она же говорит огородить от себя торчащих людей но ведь я что-то не понимаю они стали сейчас слизать со всего до я что-то не пусть не понял нихуя все ладно не буду договорить виолетта и шоу пацанки они не торчат больше не торчат все вместе сама себе поставила синяк под глаз за суть новости даже рассказала что вилка начинает бить саму себя за плохое поведение велят что так это похуй что там себя бьешь блять хз типа втроем такие нет во первых это респектово что они такие втроем решили ну все хватит употреблять это круто это круто но какой шанс того что кто-то из них сломается в случае чего учитывая какой образ жизни они ведут ну просто вопрос вот тоже самый вопрос мы все в треугольнике созависимости из-за чего вилка разрыдалась куда к даша каплан дело лабрадора бориса опа тебе нормально будет если мы с дашей это обсудим точно если хочешь мы можем да мы все стоп там же нет лабрадор был это какая-то другой другая собака да вообще получается потому что на видео вот которое было там был не лабрадора там был этот не шпицы что вы тут тоже мелкое такое этот плачем я сама или сдерживаюсь блин первый раз заплачу я тебя попрошу тогда прокомментировать ситуация та же самое что я не могу назвать это спонтанным решением а это еще другая собака ну вот я про это говорю вот но это как бы как подожди она две собаки сдала то есть у него до этого была одна собака она ее сдала потом была вторая собака она ее тоже сдала ну а типа вообще хоть элементарного ну уважения нет блять любом случае для собаки это стресс потому что с тобой живет особенно вот первый получается год-два и ты стоишь на нее хозяином сам близким потом у тебя и ту типа собаку просто узнаешь куда-то другое место и все она сломана это это ебейший стресс для собаки ты чё ладно пер хорошо я могу понять когда первый раз взяла не справилась такая блять я реально ну не могу теперь я я такая да я могу понять да не очень хорошо получилось но я могу понять второй раз убиты издеваешься самая большая ошибка потому что юлик вот все эту ситуацию настолько перевернул что она типа супер бесповоротно я никогда его не вижу больше это это сто процентов я не думаю что мне там та семья даст с ним даже просто увидеть ну типа это это для них издевательство для него и в ту клинику я звонила специально что типа если вдруг но он уже не щенок все-таки если вдруг он не справляется верните него пожалуйста обратно все документы на меня так стоп стоп то есть она такая отдала получается в юлику потому что юлик захотела этого я правильно услышал ну типа это юлик вот все эту ситуацию настолько перевернул что она типа супер бесповоротно я никогда его не увижу больше подожди юлик перевернул секунду первый раз заплата та же самое что я не могу назвать это спонтанным решением то что мы не вывозим на все документы на меня а первую собаку они оба отдали а потом юлик ее забрал из приюта к себе до после этого так все было а то я нить именно повествование потерял а тогда блять какая вообще претензия к юлику здесь а или вторую забрал если нужны деньги я тоже заплачу блять история же про лабрадора а вот а вторая это шпиц как там мелкая моментов не было да он даже не знал как его по-настоящему зовут но когда мне нужна была блять чуваки я запутался без рафла говорю он говорил что мне твоих животных это твои животные делай с ними че хочешь мне все равно и про ницу когда вы с ксюшей ехали да и вообще запиздно у ницы были воспалены все органы внутри получается матка из-за заводчица и она оказывается я была закрытым с подругой она ничего не ела целый день была горячая температура и после нее оставались прям следы кровавые а первые собаки корги лабрадор все понял все я порядок уже потерял у него просто настолько дохуя собак которых она дает что я вообще охуеваю нефлон интересно все дела мы поехали на последние электрички отвезли и сделали анализы и и прооперировали сказали что это короче у нее опять реально все виноваты она одна хорошая блять и просто не везет то есть как так не везет что не все со мной все собаки просто ну приходится давать у них это болезни все вы виноваты всегда все другие почти все все вокруг все вокруг но не она блять вот как так выходит что вот реально с унесок там собак и у всех проблем есть какие-то юлик специально подсудился ситуации с собакой блять проделал диска против ждать что в судебном деле есть очень неприятная подробность про юлика если даша проиграет суд она готова публично слить все подробности дела переписки фотографии и так далее на стриме даша заявила что готова взять кредит на 1 миллион рублей чтобы в случае поражения выдать его юлику это значит что все донаты а там было больше миллиона каплан уже потратила давай так на ты больше миллиона нет 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 а сколько их там было 500 тысяч ну прокайфанула немножечко вечность должна была да нет смысле я снимала квартиру они у меня лежали на вкладе моя посмотри процентик имеется если так капает на сберкнижки хорошо расскажи на какой стадии у вас вообще и так далее разбирать я потом кстати охуел как оказывается на сберкнижку деньги капают спустя там условно пять лет это вообще охереть я потом все бабки в квартиру впихнул причем у меня бабушка помню 18 лет такая приходит говорит мне давай сберкнижечку сделаем я говорю зачем бабушка то есть а давай ты просто отправлями там-то по 50 тысяч рублей я такой ну ладно давай буду отправлять начал отправлять эти деньги потом раз у меня там дохерищи бабок такой нихуёсе бабушка ну спасибо даже я не понимаю я не знаю каждый раз так я ютубером же 16 лет лет ну типа я 18 лет уже я съехал от родителей мы приходим на суд и меня то есть 18 лет там заработок было 100 тысяч рублей что в принципе достаточно дохуя для иванова особенно это такое мероприятие это просто ужастик какой то что там происходит ничего в этом и проблема вот последнее что интересное произошло это на крайнем заседании в конце у нас была такая небольшая перепалка с юристом юлия александровича значит уже судья очень такой в резкой форме намекала что типа попробуйте выйти на мировую потому что уже действительно все серьезно уже из-за уголовки до уголовка типа то что уже заведена уголовная можно для вдруг для тех кто не знает уголовное дело по поводу по поводу лизы нерет лиза нерет написал заявление что изнасиловал ее его приняли и судья его частично тоже подожди вот и она сначала намекала тогда может быть мировую может быть вы поговорите что-то решите они ни в какую потом она уже в конце говорила что типа это действительно серьезно думаете что-то на что юрист юлия отвечает сейчас если будут предложения мирового с нашей стороны я говорю мне кажется это не мы должны вам предложение ну вот видите вот с этим там охуеть чуваки мы же с ними договорились на мировое почему с вами можем мы честные люди игры я бы с этим поспорили у нас была такая сколько прошло со всей этой истории года два ты там же вообще за клевету делал из же не подавала ничего но кстати насчет того что юлик подала за клевету да про то что лиза подавал я ничего не видел да и мне просто интересно как должно работать вот это заявление об изнасиловании ибо ну очевидно что они ничего нахуй не найдут ну у лиски при осмотре вот сто процентов потому что блять они с юликом и общаются хуже лет ну то есть это же или это так работает просто ну как это будет работать и то есть любая женщина может прийти сказать типа вот он меня изнасиловал там пять лет назад и тебе скажут ну вот все похуй или как это будет работать есть тесты где могут найти спустя год и думаю здесь такие именно есть я прям очень сильно сомневаюсь на самом деле что именно в такой ситуации что я такую хуйню поднимут но в принципе если так то охуеть там санта-барбара если это действительно так понимаете жестко сенсом и рофла когда он ее изнасиловал она снимаю видос прошу рыгину записывала кэшу рыгина путана бля иронично вообще выходят здесь большая припалка еще у меня как эти секреи свидетелей вообще филинг не у лиски на самом деле история про юлика несколько иная поэтому там вообще пиздец судя по истории так что там ну и там там блять история вообще завязана не только на том что юли какой-то не очень там история завязана на каких-то веществах насколько я помню потому что лиска по факту даже и не помнит ебались ли они ну то есть она этого не помнит там я была у было же у нее видос она такая говорит типа я проснулась голая ну наверное ебались все ну типа хуй знает вообще что было там реально там вот хуй знает что было да да алина должна была быть свидетелем он резко вскочил сказал что плюс она была под веществами и могла сама согласиться потому что знаете когда ты там даже вот выплюшь у тебя вот есть тактильность определенный у него особенно у многих а тут вещества еще какие-то то есть ну блять это этого это вообще какой-то пиздец полный ну тут тут надо с разных сторон рассматривать ситуацию поэтому я стычку не держал сказать ничего не могу но то что это санта-барбара уже длится на протяжении двух лет и впечатляет нет она просто интервью лизина посмотрела и вот она оттуда все вот вот все вот на английский ну все кто видит интервью получается могут прийти сейчас и и сказать у вас а потом должны были заявить меня свидетелем она вот вот вы от кого знаете я напрямую от него вот так и сейчас получается чем дело общимся на меня просто топчемся на месте да просто вот что-то ну вот что-то надо было про то что помните вот это надо выйти вот это реклама дать и что ты там мировой уровень и типа вот столько ну и мой не надо было просто вот ну над ним это висело что ну типа об этом рассказали девочка поделилась и и тут когда он выходит на мировой уровень понадобилось отбереть свою репутацию на самом деле когда юлик практически стал новым солистом bts вот собственно пришли обломали человеку да и когда суть я уже говорит типа ну на вас уголовное дело завели типа ну идите типа идите ну на мировую типа вы не понимаете он просто да он не понимает у нас есть предположение что он не ну как сказать не договаривая не рассказывает всю правду чтобы раз растягивать судебный процесс чтобы ему бабки капали за каждый за каждое заседание потому что каждое судебное дело идет там три минуты 4 5 и там типа грубо говоря грубо говоря так юрист адвокат юлию 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 юлия представьтесь пожалуйста как вас зовут нам надо кое-что обсудить а спорить давайте до следующего заседания короче все он там бит потеет ну блять что за хуй это ебаная ну и так понимание сейчас просто озвучивает какую-то свою определенную догадку ну не более хотя они являются членами этого дела прикольно 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 на самом деле казалось бы ситуация нихуя не смешная раз ее довели до суда они такие ну будем вкидывать какие-то догадки нести просто тотальную хуйню и что-то придумывать просто на ходу знаете чисто сидят юристы такие просто думают ебать прикольно конечно да чего хотят добиться девочки на суде кстати вот мне на самом деле я юлик все еще не разведены чего они до сих пор не развелись ну ладно поебать обсуждаем юлика и машу мармарис ого давай давай здесь на его жизнь сейчас он же давайте ебать мармарис такая плохая давайте достаточно такой он похудел я не известно почему а пока к чему кстати даже капан похудела так резко неожиданно тоже спортом занимается да кстати в этом что-то говорили что-то вычищали из организма но в начале интервью тоже спортом она известная спортсмен кто мармарис это забавно короче когда люди которые употребляют что-то 50 других которые употребляют я бы понял если бы чего были бы охуенно красивые и не порой с точки зрения употребления веществ как я и пиздели бы на всех то дабы я еще понял тут что за прикол а наш летний марафон вообще обожаю когда бывшая срет настоящий не еще нравится это вот история как она бегала по свадебному столу помнишь да это мои любимые она просто марафон елена блиновской спичала цвету вспомнили а сейчас они там все и встретятся понимаешь юлик звезда есть открылись чакры все ладно хорошо давайте к следующей новости так даша каплан про резекцию желудка а начали она себе еще резекцию желудка сделал ебать hello ну давай расскажешь почему хорошо дашь а у тебя что же типа с этим были какие-то я иногда это были ничего но если я правильно понимаете решилась на уменьшение желудка да я вот делали взять ну я вот 45 килограмм скину неплохо я кстати думаю об этом но по моему лина дианова говорила если не ошибаюсь что они пытались там чисто паровку допустим ну спортом начать заниматься на диету сесть ритм ритм дня привести в порядок или лучше ну просто себе нахуй ограничения поставить выбить себе организм потратить бабки выбить свое здоровье для того что получить ну просто вы жрать будете просто меньше прикольно прикольно такие способы они вообще не помогают что это грубо говоря у тебя там физически до рпп у нее он там психотерапевта идет и после этого работает не получается лечиться ну блять окей у нее точно так и также это вернется потом случае чего ребят ну блять какой шанс того что у него все это не вернется назад разве нет все это вернется назад случае чего вот и все чего блять у него дпс длс нахуй да но головой ты это ничего не понимаешь у тебя потом это все вернется и так далее не там прямо сразу тебе вот по сути она говорит уже аквимии дает контакты психотерапевтов эти первое время нужно ходить навстречу тогда ну понятно тогда в комплексе ты все это прорабатываешь понятно если ты просто сделал операцию все дальше зажираешь ну я про это и говорю через ну два года ты будешь худеть потом опять ну что сегодня у меня вообще за выпуск такой такие сидят солнечные просто а в чете блять не так работают она тоже самое сказала нахуй светленые трогательные в интернете только на мой взгляд лучше блять реально поработать изначально психотерапевтом просто максимально но возможно блять резекция это блять уже просто крайний шаг но я не знаю это вообще полный пиздец тогда должен быть с башкой но явно все какие-то проблемы с головой лучше не употреблять тогда вообще ничего и вести ну более нормальный образ жизни потому что ну блять какой плюс вообще будет часто и сидишь сейчас ты сидишь такая все резекция закончил употреблять сейчас как у тебя все идет похудание все хорошо в голове если про ну проблемы не решились то все это вернется просто вдовесок обратно блять но это же блять так работает не если конечно она решит эту проблему хотя я не уверен что это вообще решается потому что это вообще это жесткая штука то слава богу но блять мне кажется это крайняя крайняя точка нужно психотерапевт нужно то нужно все дашь каплан заявила что у них у меня рпп было это правда на самом деле макса не так просто психотерапевтом тоже работал но ты вот именно было ключевое слово ты же не делала резекцию или тоже сделала резекцию и тогда по такой но блять все рпп исчезла заебись нет ты работала скорее всего психотерапевтом до последнего и рассматривала ее уже просто как крайнюю точку вот и все не вновь появились и цель дальние мысли из-за пр л пограничного расстройства личности депрессия блять и баки там целая этот коллекция нахуй рпп лдпр прл дпр сейчас мы решили перестать пить таблетки так как обостряются а я пацан весил 38 с ростом 170 нихуя себе сто тридцать восьми отсюда ты дальние мысли извините еще раз за эту ужасную шутку сборе простите да это но я правильно понимаю что лечение которые те выписали она во вред тебе вообще пошло да но как то блять просто сборник болячек это пиздец ладно пох у меня заебал смотреть это супер скучно я просто смотрю и в вижу людей которые такие но мы свой как бы организм убиваем нахуй но мы его лечим и вроде лучше становится охуеть смотрите да типа чё за прикол как-то тормозил в охуитель охуительный